Всем привет! С вами Универньюз и я, Анна Глазунова, сегодня в эфире. Прошло заседание ученого совета КФУ. Просветительская акция химическо-лабораторная состоялась в КФУ. Инновационную методику лечения остеоартроза коленного сустава изучали в университетской клинике КФУ. 11 октября в зале попечительского совета прошло заседание ученого совета КФУ. Подробности смотрите в следующем сюжете. Состоялось заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание началось с печальной ноты. Ректор КФУ выразил соболезнования в связи с уходом из жизни героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова. Это легендарный человек, который впервые вышел в открытый космос. И в то же время этот человек являлся нашим близким другом нашего университета. И было принято единогласное решение ученого совета именем Алексея Архиповича назвать планетарий Казанского университета. Знаковым моментом стало подписание соглашения о партнерстве между Ассоциацией внешнеполитических исследований имени Андрея Громыка и Казанским федеральным университетом. Напомним, в эти дни в КФУ проходит первый международный форум по проблемам глобальной безопасности первой чтения имени Андрея Громыка. Хотел бы удовлетворить глубокую признательность за то, что университет посчитал правильным и целесообразным заключить это соглашение. Мы надеемся, что уже проходящий в эти дни форум и те мероприятия, которые мы задумали, принесут большую пользу вам, нашим студентам и всей деятельности такого прекрасного и во многом образцового высшего учебного заведения нашей страны, как Казанский федеральный университет. Спасибо. Также ректор КФУ вручил золотую медаль имени Христиана Френа Казанского федерального университета научному руководителю Института востоковедения Российской академии наук, руководителю Международного координационного центра исламика КФУ Академик Уран Виталию Наумкину. У меня большая честь получить первую сегодня такую высокую награду. Особенно приятно получить ее здесь, в вашем университете. Потому что когда-то было встретить 500 детей в заднях создания института востоковедения. Мы признаем, что мой же самый академик Френ, который был первым директором, он сначала работал в Казани, поэтому мы признаем Казанский университет. Пациентный помех можно послать. Мы можем послать нашему министету, который является нашей предвещей. Ректор КФУ отметил, что президент Рустам Мениханов поддержал инициативу о создании ситуационного аналитического центра, который в скором времени появится в структуре КФУ, участие в работе которого будут принимать и представители Института востоковедения РАН. Кроме того, ректор КФУ поздравил с прошедшими юбилейными днями рождения и вручил благодарственные письма Казанского университета профессору Георгию Фролову и профессору кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Медхату Фарукшину. По традиции, в повестку дня заседания ученого совета были включены конкурсный отбор на должности и представления к присвоению ученых званий. Так, аттестат о присвоении ученого звания профессора был вручен главному научному сотруднику Межкафедральной радиологической лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберту Резванову. Еще одним вопросом повестки дня стало присуждение медали и премии имени Николая Лобачевского Даниэлю Вайсу по результатам мотивированного заключения международного жюри конкурса медали и премии Лобачевского. В рамках заседания ученого совета КФУ было принято решение и об открытии в организационной структуре Института филологии и межкультурной коммуникации Центра цифровых образовательных технологий ЕДУ-ТЭЧ. В университетской клинике Казанского федерального университета состоялась социальная акция День МНО, приуроченная ко Всемирному дню тромбоза. Подробности далее. В университетской клинике Казанского федерального университета состоялась социальная акция День МНО, приуроченная ко Всемирному дню тромбоза. Ежегодная социальная акция проводится в униклинике КФУ в седьмой раз. В этот день любой пациент может прийти в наш антикоагулянтный кабинет и измерить показатели МНО. Что это за показатель? МНО – это международное нормализованное отношение. Данный анализ можно сделать путем взятия крови из пальца или взятия крови из веры. Акция «День МНО» обращена в первую очередь к пациентам, принимающим непрямые антикоагулянты – препараты, снижающие свертываемость крови. Антикоагулянты – вещества, препятствующие свертыванию крови. Это очень важные лекарства, которые снижают риск тромбообразования при различных заболеваниях и состояниях организма. Как то замененные клапаны сердца, механические клапаны, как то повышенная склонность к тромбообразованию, тромбофилии, заболевания крови, как то нарушение ритма фибрилляции предсердий. В поликлинике проведение анализа требует нескольких дней, а в рамках акции «День МНО» это можно сделать в течение нескольких секунд, сразу получив консультацию специалиста. Для каждого состояния свой целевой диапазон МНО. Если у нас идет нарушение ритма сердца, как правило, показатель МНО от 2 до 3. Если это замененные клапаны механические сердца, показатель МНО от 2,5 до 3,5. Любой целевой диапазон для каждого пациента устанавливается индивидуально. Пациенты, которые прикреплены к университетской клинике КФУ, имеют специальную карточку МНО. Благодаря ей пациенты смогут в любой день сделать анализ на МНО и получить консультацию специалиста. Данная акция призывает к систематическим визитам к врачу пациентов с высоким риском развития инсульта и тромбоза и постоянному контроль дозы препарата. В КФУ прошла научно-популярная акция «Химическая лабораторная». Подробности смотрите в сюжете. 12 октября в КФУ прошла просветительская акция «Химическая лабораторная». В этот раз принять участие в акции смогли не только взрослые, но и дети от 6 до 12 лет. Почему решила сюда сегодня прийти? Потому что мама предложила. Мне наоборот нравится. А что тебе нравится? Изучать науку. Дети отвечали на различные вопросы по химии в формате теста в течение 30 минут. А затем преподаватель химического института имени Бутлера ВКФУ разбирала ответы вместе с ними. Для маленьких слушателей прошла познавательная лекция «Лего-невидимка». Преподаватель рассказала про наномир, сравнивая игрушки и устройства из обычной жизни. Лекция интересна тем, что дети могут в доступной и популярной для себя форме узнать какую-то новую информацию о химии. Причем дети даже такого возраста, когда они еще в школе, химию не изучают. Но они сталкиваются в повседневной жизни с разными химическими какими-то элементами, я не знаю, с какими-то событиями, еще что-то. И здесь они могут об этом узнать. А для взрослых прошла лекция на тему профессии химик. Научно-популярная акция была приурочена к 150-летию периодической системы химических элементов Менделеева. Анна Глазунова, Ленардо Валерьяров, Универньюз. В университетской клинике Казанского федерального университета состоялся мастер-класс от коллег из Перми, посвященный инновационной методике лечения остеоартроза коленного сустава. Более подробнее смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета прошел мастер-класс, посвященный инновационной методике лечения остеоартроза коленного сустава. Поделиться опытом с коллегами приехали врачи из городской клинической больницы города Берем. Мы предлагаем небольшую альтернативу открытому хирургическому вмешательству. Мы выключаем, если можно так выразиться, болевой синдром. У пациентов уходит боли. Наш опыт, с одной стороны, тоже небольшой, всего 14 пациентов, но мы делимся им с нашими коллегами. Распространенность остеоартроза достаточно высока и на сегодняшний день заставляет 13% среди общей популяции взрослого населения. А среди заболеваний костно-мышечной системы, это самое распространенное заболевание, примерно до 80%. У нас есть отделение рематологии, которое пациенты наблюдаются и периодически приходят на консервативное лечение. Но, к сожалению, есть пациенты, у которых консервативное лечение неэффективно, и им необходимо протезирование. Но очередь на протезирование в Республике Татарстан довольно-таки большая. И они планируются только на протезирование на 2021 год. И эти пациенты нуждаются в помощи. Как раз-таки эта методика снимет болевую реакцию, отек и облегчит им симптомы заболевания суставов. Методика является новаторской. Татарстан и, в частности, университетская клиника Казанского федерального университета в скором времени начнут внедрять новый метод для лечения пациентов. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok